Все, трудяги, всем здорова! Сегодня мы на выставке Золотая Нива в компании Волга Энергодизель. Представляем трактор нового, как сказать, производства. Да, нового производства, но я скажу вам больше, мы только работаем и работаем над прогрессией, над совершенством, как технически, так и, скажем так, функционально. Такой вопрос. Все, когда подходят, небось, спрашивают, да что? Т-150. В чем отличие от старенького Т-150, грубо говоря? Что нового? Все правильно, вы заметили, на самом деле, так оно и есть. Сейчас аграрии, когда нас видят на выставках, они, да, на самом деле, уже узнают наш трактор. Они уже не говорят про Т-150, они говорят, о, а это Ярославец. Это, на самом деле, очень немаловажно, потому что мы становимся все известнее и известнее. Наш трактор сейчас уже по всей большей части России. На сегодняшний день мы имеем около 15 дилеров по России. Ну и стремимся к совершенствованию, то есть больше и больше, чтобы аграрии получали наш трактор, скажем так, в каждый колхоз по Ярославцу. С какого года производится? С 22-го начала. Вот от начала 22-го до сегодняшнего момента. Какие модернизации были сделаны? Модернизации, значит, следующего порядка. Мы проработали гидропотоки, то есть увеличили насосы. Мы далее разработали дополнительные устройства выноса фильтров. Фильтра у нас сейчас, коробки и раздатки, они находятся возле кабины, что, в принципе-то, усовершенствует и облегчение работы оператора. Далее мы проработали удобство, опять же, нашего оператора, который работает круглые сутки в этом тракторе. Удобство по креслу, то есть это уже пневмосистема управления, чтобы у него поясница и осанка, как говорится, не страдала и было ему удобно. Далее мы РВД-шланги, опять же, в гидрозащиту сделали, то есть защитную оплетку, чтобы без повреждений. Теперь мы еще добавляем освещение, чтобы было в ночное время более яркость добавлялась, чтобы оператор все видел перед собой при работе в поле. Также мы предлагаем еще такие моменты, как опции. То есть сейчас перед нами как раз модификация со спаренными колесами, то есть это 26-й радиус. Это низкие усилия на почву и тем самым очень, опять же, добавляет соприкосновение и зацепляемость, то есть тяговое усилие прибавляется к трактору, он может с собой агрегатирование прибавлять и, соответственно, за собой как и плуг, как и барнование, дискование, то есть для него уже это не проблема. Вячеслав, как вот, допустим, с сервисом, с гарантией, какие моменты? Мы можем сказать, что продажа трактора, как и нами, допустим, напрямую, конечнику, так и через дилерскую сеть, это буквально 30% от всего успеха. Все 100% успеха – это все-таки продажа и сервисное обслуживание. Сервис мы сейчас предлагаем, у нас гарантия идет один год, либо тысяча моточас, но мы очень акцентируем на дилера. Что касаемо по замене комплектующих, мы всегда идем навстречу, у нас полный ремкомплект, никаких у нас проблем с запчастями нет. Если даже крупные узлы, мы всегда поставляем, транспортные пересылы, допустим. Мы очень оперативно, чтобы трактор никогда не стоял в простое, потому что аграрию очень важны такие моменты. Ему каждая секунда дорога, потому как сегодня хорошая погода, завтра, возможно, дожди, и ему именно надо работать здесь и сейчас. Мы по этому поводу очень внимательно контролируем и контролируем наших дилеров, что немаловажно, потому что, чтобы они постоянно следили за своим качеством обслуживания. Вы считаетесь как завод-производитель, правильно? Насколько трактор локализован по-своему? С хорошим своим началом и продолжением. Сейчас локализация комплектующих, допустим, у нас около 90% уже российского производства. Вы на самом деле правильно заметили, что у нас кабина сейчас панорамного остекления. Пожалуйста, удобный доступ к кабине. Здесь оператор себя прекрасно чувствует. Вот мы сейчас видим наглядный момент, когда удобно очень, когда кресло с боковой поддержкой и пневмосистемой, и всеразличными настройками. Также подлокотник, что немаловажные моменты. Вам удобно в кресле? Низковато. Низковато, но вы можете отрегулировать на самом деле кресло под себя. Вот-вот, подъезжайте. Выше, да. Вот-вот-вот. Все, пожалуйста. Спинка и, опять же, подлокотники. Посмотрели, как регулируется. Ну и в то же время, здесь у нас полностью идет все рычаги в оплетке для удобства. Также кресло мы, как заметили, мы новое сейчас уже поставили. С пневмоподготовкой. Всеразличная регулировка. Вперед-назад, вверх-вниз. Подлокотники. Ремень безопасности, опять же, да, что немаловажные такие моменты. Все это здесь представлено. Центральное управление, опять же, повторюсь, для оператора. Сейчас мы находимся в кабине нашей разработки с панорамным остеклением. У оператора все удобно. То есть приборная панель, все индикации по давлению масла. По его скорости, по состоянию. Все под рукой. Мы постарались все на панельный прибор вынести все самое необходимое. Тем самым мы понимаем, что наша кабина, она шумоизолирована. Она просторная. Можно также, оператор может с учеником ехать и ездить. Здесь у нас дополнительное кресло, пожалуйста, добавлено. Его можно убрать. Также у нас есть шторка для солнца. Солнце от солнца, допустим, можно защиту сделать, чтобы его ничего не слепило, не смущало. Ну и также здесь у нас, что немаловажно, кондиционер. То есть у нас как тепло идет, так и охлаждение кабины. Музыкальное сопровождение. Динамики. Воздуховодная часть тоже вроде немаловажный момент. Обратите внимание, что у нас они применяются во всех местах, где на самом деле необходимо. Это и лобовая часть стекла, это и задняя часть. Все как бы в этом плане. Да, теперь мы говорим о том кресле, которое вот буквально мы его недавно стали ставить. То есть сейчас оператору ему удобно. Он немножко под воздухом. То есть не испытывает никакие нагрузки. Все различные настройки. То есть мы можем спинку регулировать. Ремень безопасности у нас есть. Здесь, опять же, можно пристегнуться. Тем самым, в первую очередь, это безопасность. Сейчас уже это необходимые моменты. Это у нас люк в шести положениях. То есть он у нас открывается. Он у нас для проветривания. Его можно открывать как правую сторону, как левую сторону. Вперед и назад. А также при необходимости наш люк откидывается. Что опять же мы говорим про безопасность. Если вдруг какая-то ситуация происходит, оператор может одним движением руки откидываться люк, и у него есть доступ для эвакуации с кабины. Теперь мы проговорим с вами про, скажем так, обслуживание нашего двигательного отсека. Когда трактор находится у нас в поле, все, наверное, со мной согласятся, он очень загрязняется. Да, на самом деле так оно и есть. Но и в этом плане мы продумали очень надежные моменты, такие, как оператор может открывать по отсекам. Вот обратите внимание. Допустим, передняя часть радиаторная, там же, где у нас и кондиционер находится, пожалуйста, есть полный доступ к такого плана открытия. Очень удобно. Фиксируемое. Все. Вот здесь полный доступ. Можно и обдувать, можно и совершать небольшие, допустим, ремонты, если тому оно понадобится. Далее. Мы с вами проходим к следующему тому месту, где, допустим, доступ к двигателю. Чтобы нам не открывать полностью весь заборник, то есть полностью весь капот, мы, соответственно, разделили эти детали, эти моменты, да, и, соответственно, здесь у нас есть доступ следующий. То есть мы, обслуживая верхнюю часть, то есть это блока цилиндров, пожалуйста, можем с этой части проработать, с верхней двигателя, допустим, там какие-то, допустим, моменты по фильтрам, замену произвести. Ну и также, если нам необходим полный доступ к двигателю, пожалуйста, оператор может легким движением руки совершить открывание вот этой части. Вот. Все. Вот теперь мы имеем полный доступ к двигателю и его обслуживанию, что, опять же, очень удобно. Так, двигатель 238, да, ЕМЖ? Да, все правильно. Наш ярославский проверенный двигатель 238 М2, V-образный, 240 лошадиных сил. Вот это перед вами надежность и качество нашего ярославского завода. Так, вы базируетесь сами в Ярославе, правильно? Да, все правильно. У вас получается как, как, вот, полный цикл сборки или все-таки сборка? Или производство? У нас именно полный цикл сборки из комплектующих, скажем так, ну, которые и мы сами производим, да, у нас, если мы разделим, допустим, на процентное соотношение, то комплектующих-то там, ну, процентов 20, которые мы получаем уже готовых. А все остальные 80 мы собираем сами, вот прямо производство. Вот производство, допустим, выделим основные моменты, которые, как бы... Да, основные, все правильно. То есть, вот мы можем обратить на то, что мы собираем полностью сами раму, производим. Клепочный механизм горячего клепания, это уже чисто наша внутренняя такая часть, ну, разработки. Вот. Далее устанавливаются рессорные части, мосты устанавливаются. Вот. Ну и опять же, все навесное, вот это агрегатирование, все полностью у нас, скажем, мы сейчас выходим, может быть, даже, можно сказать, на конвейерную сборку. В чем, в принципе-то, мы вас можем и пригласить к нам на завод для показа. То есть, мы открыты, конечно. То есть, мы даже сами, когда собирали, недавно проводили, месяца два-три тому назад проводили слет дилеров, да, и дилеры очень были... Им очень было интересно посмотреть, как производится данная машина, какие технологии применяются, какими станками все это производится. Мы это все показали. Дилеры остались довольны. Очень много было вопросов, видеообзоров было. Работаем над этим. Все, я вас понял. Угу. Хорошо. Спасибо за диалог. Все, спасибо. Спасибо вам, что нас посетили на выставке.